Дикая Азалия 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 Сам он бережно относился к тому, что миновало и было им прожито Он помнил, например, сколько насмешек претерпел он от школьной своей подруги Сколько слов хороших и дерзких пришлось ему услышать от той, которая шагала теперь рядом с ним Ее белый дом виднелся еще издалека, из-за большого и густого сада. По ночам. И только по ночам этому мальчику, где бы он ни находился, часто казалось, будто какая-то таинственная и мрачная фигура, освещенная болезненным светом луны, просеянным в листьях сада, раздробленным и красноватым, будто фигура эта крадется к окошку, за которым девочка готовит уроки. После такого видения всю ночь его мучили кошмары. Рано утром, вскочив с постели, он наспех обрызгивал лицо водой и, торопливо собравшись, бледный от бессонницы и тревожных предчувствий, спешил к тому месту, где пересекались три дороги и где они всегда встречались, всегда поджидали друг друга, приходя с разных сторон. И, увидев ее целехонькой и, как всегда, жизнерадостной, он с облегчением вздыхал и сразу же забывал обо всех своих ночных переживаниях и кошмарах, начиная тут же шутить и дурачиться. А товарищ его, приходившись с западной стороны, становился между тем все красивее и лучше с каждым днем. Кровь так и играла на его щеках, и он все больше следил за собой. Она тоже невольно привыкла взвешивать свои слова, когда говорила ему что-нибудь или шутила с ним. Лицо, которое она обращала к мальчику, приходившему с западу, долговязо не любил. Ему даже казалось такие минуты, что в ней не один, а два человека. И все-таки как быстро течет время. Кажется, только вчера она села за парту, а сегодня... Он опять видел перед собой преображенный снегом непривычный и как бы отодвинутый горизонт. И тогда опять наступало мгновение, когда с замирающим сердцем начинал он ощущать себя невесомым, и его словно бы подхватывало время, а это невозвратимая бесконечность. В эти мгновения ему казались невыносимыми их ленивые, похрустывающие на снегу шаги. А запах азалии почему-то усиливался в такие минуты. Он знал, что в морозном чистом воздухе не может быть запаха цветов, но тем не менее слышал его. И ему казалось это очень важным и многозначительным. Ему хотелось быть лучше и кому-то помочь сделать что-то такое, что никто еще никогда не делал. Найти какие-то главные слова, которые могли бы выразить все, что он чувствовал в эти минуты. Отчего бы это? Может быть, во всем виноват снег? Или может быть, от того, что он грустил сегодня и ни разу еще не пошутил, не подурачился, боясь нарушить снежное безмолвие? «Чего ж это мы?» — сказал он, останавливаясь. «Сколько снегу навалило, а мы боимся притронуться к нему». И словно впервые увидев снег, двое его спутников тоже остановились. «Посмотрим, кто кого!» — скричал он и бросил портфель на снег. «Кто кого!» — и снежки полетели в девочку. «Ах, так!» — вскликнула она с вызовом и тоже бросила свой портфель. «Думаешь, со мной легко справиться? Как бы не так!» Лицо ее было в эти минуты таким, какое оно ему нравилось. Ему стало хорошо, и он уже с азартом стал лепить снежки, хотя поначалу ему хотелось только лишь развеять свою грусть, а не играть. «Кто кого!» Сначала он не очень-то увертывался от ее снежков и позволил догнать себя и осыпать снегом. Она была радостно возбуждена, смеялась, падала на снег и снова догоняла его, но быстро устала. Тогда он подскочил к ней, хотя она сопротивлялась, накормил ее снегом. «С утра надо подкрепиться!» — запыхавшись от игры, крикнул он и отбежал от нее подальше. Мальчик, приходившись с запада, топтался на месте, не зная, как себя вести. Его легко можно было бы увлечь игрой, бросив в него несколько снежков. Но тот, который приходил с востока, решил иначе. Ему хотелось узнать, надолго ли хватит у того терпения. Тот ведь ничего просто так и не будет делать. Ему нужен повод, и при том основательный. Не играть же просто так в снежки. Девочка отважно шла на своего обидчика, а обидчик, накормивший ее снегом, подпустил девочку совсем близко, видя ее покрасневшие от снега руки, слыша ее запах волос и любуясь ее ловкостью. У нее особенный смех. Никто никогда не смеялся так, как смеется она. И все это лишь для него. Только он один слышал этот необыкновенный смех, принадлежавший ему. Потому что сама она не догадывалась о чудесном своем смехе. И он никогда не забывал его. «Нет, одна ты со мной не справишься!» – крикнул он. «Нападайте вдвоем!» И товарищ его издал наконец-то воинственный какой-то крик. «Вот это правильно! Вдвоем, вдвоем!» «Не понимаю, как это вы не догадались до сих пор!» – кричал долговязый, желая еще больше раззадорить приятеля. Он и сам не мог понять, почему именно сегодня ему хотелось дразнить того. А тот уже догонял его, летел за ним стрелой, чуть ли не со свистом, сжимая в руке крепкий, как кусок льда снежок. Долговязый отступил и ловко увертывался от нападавшего, а порой и сам наступал. Девочка уже устала и не могла продолжать бой, согревая горячим дыханием свои озябшие и опухшие от снега покрасневшие руки. «Чего же вы? Я же говорю, вдвоем нападайте, вдвоем!» И долговязый, крикнув это, увидел, как товарищ его беззвучно разомкнул свои губы, словно бы давая выход той бессловесной ярости, которая мучила его, скопившись в нем дробью передержанных слов. Несколько раз он кидал в долговязого увесистые снежки, превращенные в его руках в круглые льдышки, но всякий раз промахивался и злился от этого еще больше. Видимо, ему мешала ярость. «А, собственно говоря, почему он так злится? Игра есть игра. Зачем же так злиться?» – думал долговязый, увертываясь от снежков, которые, как маленькие ядра, жужжали рядом с его головой. Ну вот, наконец, когда крепыш стал беситься от бесконечных своих промахов, мальчик, приходивший с восточной стороны, нестерпел и засмеялся. А его противник, услышав смех, стал даже спотыкаться и падать от дикой ярости. «Чего же он так злится? Это же игра!» «И почему не смеется она? Это же смешно! Она должна смеяться! Это просто смешно! Это же игра! Тут не должно быть места обиде и злости!» Но она не смеялась. Он опять вдруг услышал запах азалии. Он замешкался на мгновение, удивленный этим неожиданно долетевшим до него запахом, и вдруг ему показалось, что с дребезгом и тупой болью разбилось в его глазах стекло, сверкнув фонтанами искр. Это, наконец, попал в него разозленный противник. «Уж очень он сильно сжимает снежки!» – подумал мальчик. «Это уже не снежок, а какая-то льдышка, обкатанная в ладонях, получается!» А сам, тем временем, не мешкая, кинул в приятеля снежок и отступил, крикнув со смехом. «Ну что ж ты? Игра есть игра!» «Игра, игра!» – странно бормотал тот, и как раненый кабан метался по снегу, стараясь еще раз попасть в противника своими тяжелыми маленькими ядрами снежками. А в воздухе опять запахло азалией. Это было похоже на чудо. В далеком детстве случилось это. Весна только-только начиналась, и все, что должно было зазеленеть и цвести, стояло еще по-зимнему голым. Но день был погожий, солнце грело по-весеннему ласково. Они вдвоем пошли на лужайку играть. И увидели там множество самых разнообразных красивых бабочек, которые впервые показались этой весной, кружась высоко в воздухе. Мальчики с завистью смотрели на них, и их хотелось поймать и разглядеть эту удивительную красоту. Но бабочки, увы, летали высоко и не опускались на землю. Тогда мальчики перешли на другой берег прозрачной веселой журчащей речушки и стали карабкаться по склону горы, залитому солнцем. Бабочек здесь было еще больше, и летали они здесь ниже. Играя в снежки, они порядком удалились от того места, где стояла девочка, ожидая их. «Ты слышишь запах Азалии?» – спросил долговязый, и, откинув голову, принюхивался к воздуху. «Ты знаешь, я не шучу. Я и в самом деле слышу запах. Смешно, правда?» Ему показалось вдруг нелепым и неуместным игривое желание раздразнить друга. Какое-то доброе и светлое чувство любви разлилось в его сердце. «Я не шучу!» – повторил он. «Я слышу запах Азалии. Игра, мигра!» – глухо пробормотал тот в ответ. «Может, пора уже кончать?» – подумал долговязый. «Надо бы сдаться ему! Он любил, когда сдаются. Его уже узнать трудно. Разозлился дурачок». Они бегали по склону за бабочками, ослепленные их красотою, и вдруг наткнулись на большой куст. Он одиноко рос на склоне, и, усыпанный цветами, казалось, горел жарким желтым пламенем. И они, разинув рты от удивления, остановились перед ним. «Это волшебные цветы! Я их по сказкам знаю! Они все сильны!» – закричал он тогда. И мальчики зарылись головами в цветы, вдыхая их аромат. Цветы пахли, как спелая дыня. Они нарвали множество цветов, сколько мог унести каждый, и со всех ног бросились в деревню. Он все ясно не слышал запах азалии, и запах ее действительно был похож на аромат спелой дыни. «Что же он так злится, чудак?» – подумал долговязый. «Мне приходится увертываться от его снежков, потому что он их превращает в льдышки». Охота была ходить с синяками и до шишками. А он злится, что я попадаю в него, а он промахивается. Но ведь я кидаю легкими снежками, а это совсем не больно. Запах азалии не исчезал, а наоборот усиливался, словно бы согретый его горячим дыханием. Они бежали по улице, стараясь быстрее принести цветы домой. «Волшебные цветы!» – кричали они. «Волшебные цветы!» Но вдруг они увидели людей, которые выходили из своих домов. Люди, особенно женщины, были строги и смотрели на мальчиков с явным осуждением. И мальчики, остановившись, услышали. «Дикая азалия! Цветы дикой азалии! Им кто-то нарочно подсказал, кому-то захотелось, чтобы в наши дворы принесли несчастье! Бедные наши цыплята!» Говорили люди, морщась как от боли при виде этих чудесных цветов. Мальчики не знали и не догадывались, что если принести цветку цветущей азалии в дом, где есть цыплята, то они все передохнут, как осенние мухи. Все верили в это. «Цветы несчастья!» – кричали люди. «Цветы несчастья!» Мальчики побежали. Все переполошились, в селе, словно на улицах появилась бешеная собака. Теперь, вспоминая все это, долговязый замешкался, и сразу два крепких снежка один за другим попали в него. Один под ухо, а другой, к счастью, в спину. Удар под ухо был так силен, что вместе с искрами брызнули слезы из глаз. Но он нашел в себе силы отделаться шуткой. «В этой игре правил нет!» – крикнул он, превозмогая боль. «Игра есть игра!» Мальчики бежали, а за ним гнались люди, стараясь отрезать им все пути. Он не боялся, что его побьют, боялся, что отнимут цветы истопчут, и бросят их в мусорную яму. Но товарищ его, обмирая со страху, почувствовал вдруг слабость в животе. И пришлось взять у него цветы и бежать дальше одному, потому что тот юркнул незаметно в кусты. Цветов теперь прибавилось, и бежать стало тяжелее. Бросить же цветы он ни за что не хотел, его уже догоняли. Люди окружали его, и, видя, что ему некуда деваться, приближались к нему в зловещем спокойствии. «Цветок, цветок, ты ведь волшебный!» – взмолился он, обращаясь к цветам. «Сделай так, чтобы они не поймали меня. Пронеси их мимо. Цветок, сделай это, пожалуйста!» В это время к нему подбежал один из тех бездельников, которые вечно подпирают деревенские плетни. И, указав на опрятный белый домик, непохожий над другие, сказал, что если он там не скроется сейчас же, люди переломают ему кости. Взгляд долговязого мачека как-то удивленно становился на противнике. Тот, нагнувшись за снегом, оставался в этом положении дольше обычного. И, не спуская глаз товарища, странно шарил снегу руками, словно ловил во воде шуструю рыбку и, наконец, поймал ее. Но не торопился вытягивать. Девочка, стоявшая в стороне, видимо, почувствовала что-то. Направилась к ним. А долговязый уже не отступал и не бросался снежками. Воспоминания овладели им, и он уже не мог избавиться от них. Не постучавшись, он ворвался в этот белый домик. Шум погони затих. Раз Азалия выбрала дом, она уже была не страшна для других. Волшебство. Волшебство цветов с восторгом, думал мачек. Его встретила миловидная женщина с доброй улыбкой. Он протянул ей обхапку цветов. «Спасибо», — сказала она, «какие чудесные цветы». И тут он увидел, как глаза ее наполнили слезами. «Боже, за что они так ненавидят меня?» — сказала она, посмотрев в окно. Та женщина, в доме которой он вбежал, была, кажется, учительницей. А лоботрясы, подпиравшие плеть, ненавидели ее за то, что она не давала им бездельничать. Вот они и решили сделать ей сюрприз. «Ну ладно, хватит, кончайте!» — это сказала девочка, подойдя к ним. И в это мгновение что-то мелькнуло у него перед глазами. Тот, что приходил с запада, прыгнул на него барсом и размахнулся, словно хотел обнять и навалиться на него подружески, обхватив за шею. Но блеснула лезвием кинжала, пойманная в снегу, рыбка. Долговязый упал, уткнувшись лицом в снег, но сразу же пришел в себя, хотя не смог сразу встать. Что-то теплое и густое заслало ему глаза. Но, сделав усилие, он поднялся. Тогда к нему подбежала девочка. «Платок!» — сказала она тоном хирурга, делающего операцию, и рукой сама вынула из его кармана платок. Она провела платком несколько раз по глазам, по лбу и бровям, и, сунув ему в руки мокрый и очень красный от крови платок, верела зажать рану рукой. А рыбак подошел и, как ни в чем не бывало, смотрел на товарища. Он еще не успел отрешиться от игры. «Случайность, говорят, и в галушках прячется!» — сказал он, переводя дыхание. «Я же вам говорила, чтобы вы прекратили!» — сказала девочка и с кулачками полезла на того, кто приходил с запада. «Вот тебе, вот тебе, вот!» А тот, довольный, словно бы неумело засмеялся, подставлял ей бок. «Это верно!» — сказал долговязый. «Случайность порой даже в снегу прячется!» И пристально посмотрел на своего противника, поймав его взгляд. Но тот еще был невозмутим, словно бы еще бубнил в свое невразумительное «Игра-мигра!» «Это ты, конечно, нечаянно!» — сказала девочка. «А то бы...» И она, не договорив, опять ринулась на краснощекого крепыша. А тот игриво отпрыгнул в сторону. «Тоже мне придумал игру!» — сказала она, обращаясь уже к долговязому. «Ладно, ничего. Мы с тобой как-нибудь вдвоем накормим его снегом хорошенько!» — говорила она с какой-то сладкой улыбкой, и сдерживая ее, словно бы острые уголки губ делали ей больно. «Зато никто из вас не слышал запаха азалии!» — сказал вдруг мальчик, приходившись с восточной стороны. И какой-то дикий и безудержный смех вырвался из его груди, словно его вдруг стошнило этим смехом. А двое других, будто ожидая этого сигнала, тоже захохотали, хватаясь за животы, корчась, как от боли, топчась на месте, кружась и пританцовывая. Но также неожиданно, словно по приказу, умолкли. Те двое вытерли слезы, проступившие на глазах от смеха, а Долговязый, зажимая платком рану, остался стоять со слезами на глазах. «Идите в школу, а то опоздаете!» — сказал он им. «И скажите, что я героически истек кровью на поле битвы!» Они еще некоторое время не решались идти, а Долговязый хотел было уже прикрикнуть на них. «Уйдите с глаз долой!» Но не крикнул, и, отвернувшись, словно бы забыл о них. Стал забрасывать пятна крови, леющие на снегу. Он отнял руку с платком от виска, кровь больше не сочилась, и положил в карман намокший платок. Когда они ушли, он отыскал глазами тот злополучный снежок и, нагнувшись, поднял его. Это был грязный осколок камня, величиной в гусиное яйцо. Он соскреб с камня, примерзший к нему снег, и зажал его в руке. Он не пошел по следам ушедших, не желая встретиться в таком виде с кем-нибудь из товарищей, а направился в снежный, еще никем не тронутый простор поля. Проходя мимо развилки трех дорог, он пересек поле и вышел на это пересечение. Три дороги сходились здесь, одна с севера, другая с запада, а третья с востока и на восток. Здесь на перепуте дорог не было ни указателя, ни камня, на котором бы, как в сказке, было написано. На север пойдешь, на юг, на запад, на восток пойдешь. Только лишь утренние их следы виднелись на заснеженном поле. Он постоял немного, словно ожидая чего-то. Потом, нагнувшись, разжал пальцы и положил камень на пересечении трех дорог. Вытер руки снегом и пошел по утренним своим следам, оставленным им, когда он спешил сюда. С утра собиравшиеся снеговые тучи, наконец, загустились, провисли над землей, и из них полетел снег, занося опять их следы. Он был густой и мохнатый, и мальчик, глядя на летящие снежинки, вспомнил вдруг опять бабочек той далекой весны, которые порхали над солнечными склонами. И тут же в нос ему опять ударил запах азалии. На этот раз слабый и приятный. Запах азалии, грустно улыбнулся он. Может быть, среди этого множества бабочек были и бабочки-однодневки? Бабочки, которым отпущен всего лишь один единственный день для жизни. Кто может знать, сколько надо, чтобы один день сделать целой жизнью? Бабочки, не живущие дольше одного дня. СОН. Бабочки, не пропасть. Продолжение следует...